Всем привет! С вами Ольга Яблокова. И сегодня я хочу вам рассказать и показать, как лошадь поставить в коридор. Вы, наверное, часто слышали это выражение, и у вас возникает ряд вопросов, что это такое и зачем это надо. Итак, как мы держим коридор? Коридор мы держим четко, ровно. Принцель, повод, кисть и локоть должны образовывать одну прямую линию. Вверх руки мы не поднимаем, вниз не опускаем, чтобы у нас не ломался вот этот коридор, в котором должна у нас стоять лошадь. При повороте у нас руки с вами не должны перекрещиваться. То есть, допустим, наружная рука у нас не должна заходить за шею, и также внутренняя у нас не должна заходить за шею. То есть, руки у нас никак не должны перекрещиваться, и не должны у нас через холку вот так вот перекидываться. При поворотах мы просто показываем лошади четко, куда надо бежать, при этом тоже так же у нас руки не перекрещиваются и не уходят за пол лошади. Значит, чтобы поставить лошадь в коридор, вы должны лошадь перед этим собрать. То есть, лошадь у нас должна с вами быть сгруппирована, должна быть в сборе, и она должна у нас быть прямолинейной, в хорошем равновесии. Поставить лошадь в коридор, что это значит? Значит, у вас работает одинаково и правая, и левая рука, правая, и левая шенки. То есть, лошадь должна идти четко вперед, такое ощущение, вы знаете, как будто вы встали на рельсе. Вот ровно держите оба повода, ровно вперед толкаете лошадь обеими шенкилями, и лошадь у вас как бы встает в коридор, как мы это называем, и бежит одинаково, равномерно, с хорошим импульсом, хорошей каденцией. Итак, вот у нас лошадь встала в бой, мы едем рельсию, обе ручки работают одинаково, равномерно, полот одинаковой длины, широко руки не разводим, полот мы держим как бы по шее лошади, то есть широко, руки разводим не надо, чтобы она у нас четко стояла в коридоре. Также мы работаем на голове, пальчиками работаем, мягенько, точно так же. Оба шенкиля работают у нас одинаково, равномерно, обе ручки, пальчики плавнему подзывают, лошадь, и она у нас там должна бежать четко, ровно, прямой линей. Еще раз переходим в грызь, ничего не меняем, то есть руки остаются в том же положении, что и на голове. Таким образом лошадь у нас стоит в коридоре. Также на шагу, тоже пальчиками подрабатываем, тоже не меняется у нас ни длина повода, ни ширина коридора из поводья, то есть вот так мы не разводим руки в сторону. Ну и сильно сужать тоже не надо, то есть четко держим повод по шее лошади. Итак, мы показали вам с Лунтиком, как мы бегаем в коридоре, в собранном алюре, на шагу, на весе и на голове. Если у вас остались какие-то вопросы, вы мне пишите, я на них отвечу. Также смотрите видео, ссылки на которые я скину ниже, и я думаю, они вам будут также полезны и интересны. Ну, на этом все. Спасибо за внимание. До свидания. Субтитры сделал DimaTorzok